То, что можно увидеть сегодня, не то, что было во времена рассвета Никола Карельского монастыря. Каким он был, показали на выставке в Северодвинском краеведческом музее. Архангельские исследователи Василий Абрамовский и Сергей Шаляпин. В выставочной комнате представлены редкие рисунки с изображением монастыря. Это ведь еще и взгляд на историю в цвете. Мы видим начало 20 века не через черно-белый снимок, а через художественное цветное восприятие. Потом, конечно, интересно, что здесь четыре художника, каждый из которых большое имя для архангельской культуры. Некоторые авторы представленных картин знакомы большинству своими литературными трудами. Писахов, Шергин, Аронов, Постников. Благодаря им сегодня можно увидеть, каким был Николай Карельский монастырь в 1920 году, 100 лет назад. В начале 20 века, когда монастырь уже, к сожалению, прекращает свое существование, сюда прибывает с экспедициями целый ряд и историков, и следователей, архитекторов, и в том числе живописцев, которые оставили нам рисунки и графические, и живописные Николай Карельского монастыря, которые, ну так получилось, что практически 100 лет нигде не выставлялись. Вид сегодняшнего монастыря – заслуга Севмаша. Восстанавливать начали в 80-х годах. Одна из самых значимых реставрационных работ – новые купола. Тогда обитель входила в состав 24-го цеха. Но сегодня вкладывать деньги акционерное общество не вправе. Монастырь принадлежит государству, а не предприятию. Мы не имеем права ни рубля вложить. Если нужно вкладывать свои денежные средства, они сейчас там занимаются, писали в ОСК, чтобы ОСК разрешило на совете директоров, дало нам финансирование, тогда мы можем продолжать выполнение работы. Уникальная выставка в Северодвинском краеведческом музее продлится до середины января. В процессе будут организованы и встречи с исследователями обители. Николай Цып, Юлия Куницкас, Регион 29.